Этого симпатичного пятнистого пса знают все и взрослые, и дети. Далматин – единственный неповторимый, гордый и доверчивый, независимый и необычайно забавный. Ни у одной собаки в мире нет столь шикарного костюма в горошек, так удивительно напоминающего горностайную мантию королевских особ. Да и сами далматины еще не так давно были непременным атрибутом королевских покоев и усадеб аристократов высшего света. После выхода мультфильмов «101 далматинец» от компании Disney на широкие экраны порода испытала поистине бешеные всплески популярности. За щенками выстраивались длинные очереди, всем непременно хотелось иметь исключительно далматинцы. Понятно, что заводчики сразу отреагировали на увеличение спроса и часто сбывали щенков, не в полной мере соответствующих стандартам породы. Подобное положение дел сильно сказалось на генофонде породы. Кроме того, уход и содержание далматинцев имеют свои специфические особенности. Вовсе не удивительно, что свежеиспеченные владельцы с первыми трудностями испытали страшное разочарование в своих питомцах. Видели бы вы, сколько далматинцев находилось в приютах два года спустя после выхода мультиков. Далматины не рождаются на свет со своими знаменитыми пятнышками. Щеночки появляются на свет абсолютно беленькими, а пятна начинают проявляться несколько позже, в возрасте примерно 3-4 месяцев. Пятнышки не появляются единомоментно, в определенный прекрасный день. Они могут появляться в течение всей жизни питомца. Пятнышки у далматинца небольшие, всего 3-6 см в диаметре, и по форме стремятся к идеальному кругу. Стандарт породы предусматривает, чтобы пятна резко контрастировали с остальными участками. Они могут быть как черными, так и коричневыми. Интересно, что найти одинаково окрашенных далматинов просто невозможно. Они также различны, как отпечатки пальцев у человека. В одном помете могут быть все варианты окраса. Удивительный факт. Вызывает фирменную пятнистость и отвечает за полную или частичную глухоту один и тот же ген. У собак часто отсутствует необходимое количество меланин-продуцирующих клеток, что и провоцирует глухоту. По подсчетам ученых, так или иначе проблемы со слухом имеют от 15 до 30% от общего количества далматинцев. Довольно часто случается, что собака нормально слышит одним ухом и полностью глуха на другое. Примерно 5% далматинцев страдают полной глухотой. Порода пережила всплеск популярности в эпоху регенства в Великобритании, начало 19 века. Эти собаки часто выполняли рабочие задачи, например, перевозка, а также сопровождали конные экипажи. Также этих собачек использовали для того, чтобы подчеркнуть свой статус. Далматинцы также использовались в качестве пожарных собак. Они не тушили пожары и не приносили воду. Они сопровождали конные пожарные экипажи, бежали впереди и предупреждали, чтобы все посторонились и дали дорогу. А пока пожарные делали свое дело, далматинцы оставались возле лошадей в качестве охраны. В числе владельцев далматинов было немало знаменитостей. Шведская актриса Ингрид Бергман. Американский актер Даррен МакГейвен. Участник группы The Beatles Пол Маккартни. Голливудская звезда Сальма Хаек, Моника Балучи, Роберт Де Ниро, Шерон Стоун и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова